Русский Иван Русский Иван Поэтому я всегда высаживаю много таких томатов. Мне они очень нравятся. Для того, чтобы посадить томаты в открытый грунт, необходимо провести практически те же самые мероприятия, что и для посадки томатов в защищенный грунт. В лунки необходимо внести вещества, которые будут препятствовать развитию нематоды. Это горчичный порошок, табачная пыль. Также, поскольку томат весьма зависим от кальция, необходимо внести известковые меловые материалы. Доломитовая мука вполне подойдет. Столовая ложка на одну лунку является хорошей дозой. Также необходимо внести небольшое количество комплексных минеральных удобрений. Столовая ложка комплексного удобрения на одну лунку более чем достаточно на весь период роста и развития томатов. Для того, чтобы томаты не страдали от дефицита бора и других микроэлементов, после посадки, примерно через неделю, мы сделаем вне корневую подкормку. Для того, чтобы томаты хорошо развивались и не болели, им необходимо достаточно места. Это позволит хорошо им проветриваться и не застаиваться влаге в посадке. Норма посадки рассады томатов в открытый грунт примерно 2,5 растения на квадратный метр. Вы можете видеть, что сидят они здесь достаточно широко. А также по мере роста и развития кустов, в отсутствии их формировки, то есть посынкования, они разрастутся и станут весьма широкими. Для того, чтобы томаты не портились и для того, чтобы обеспечить им хорошее развитие и минимизировать развитие болезней, мы их будем сажать на черный спонбонд. Но в силу того, что когда спонбонд натянут, высаживать туда рассаду крайне неудобно, мы сперва высадили рассаду, заглубив ее примерно на половину стебля, а уже после этого будем закрывать спонбонд. Через черный спонбонд не видно, где находятся растения. В этой связи мы будем их маркировать небольшими колышками. После укрытия спонбондом, в том месте, где колышек натянут окажется, мы сделаем крестообразный надрез. И поскольку наши растения сейчас находятся в состоянии дефицита влаги, стебель у них эластичный, он менее такой ломкий, и мы сможем спокойно протянуть эти растения на поверхность спонбонда. После чего обильно пробльем. В отличие от томатов в защищенном грунте, где мы поливаем их не на спонбонд, а через копанные бутылки, здесь мы будем поливать непосредственно на спонбонд, потому что точно так же растения будут поливаться, и дождем. После того, как мы укроем черным спонбондом наши грядки и прорежем черный спонбонд, мы прикроем наши томаты белым спонбондом. Для того, чтобы минимизировать отрицательное влияние резкого солнца, после того, как мы их, так сказать, из комнаты принесли сюда в открытый грунт. Для того, чтобы смягчить перепады температуры дневных и ночных, чтобы позволить им как следует прижиться. Примерно через две недели это укрытие мы снимем и дадим нашим томатам полную волю. Начнем некорневые подкормки еще раньше, как я уже сказал, примерно через неделю. Поэтому запаситесь борной кислотой, запаситесь янтарной кислотой, а еще запаситесь спиртовым раствором салициловой кислоты. Все это нам понадобится для того, чтобы укрепить наши растения, сделать их мощными и устойчивыми к различным заболеваниям. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что небольшая инструкция по посадке томатов в открытый грунт вам поможет получить хорошие урожаи. Ставьте лайки, если наши советы вам помогают, а видео нравятся. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, вы не пропустите наши выпуски. А свои комментарии оставляйте на портале процветок.ком. Там будет нам очень удобно обсуждать все наши насущные вопросы. Всего хорошего, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»